Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Многое задаются вопросом. Сегодня луну увидели в Мауритании и в Сомали, еще несколько африканских стран. Надо ли нам Уроза отпустить? Здесь разногласия ученых, если одно место увидеть, надо ли во всем мире отпускать или нет. Некоторые говорят, если у них различается мотали, имеют ввиду восход и заход солнца или восход и заход луны, тогда не надо. Некоторые говорят, в любом месте, в любом точке мира, если увидят, тогда надо отпускать. Из-за этого говорят, в Мауритании же увидели или в Сомали увидели, почему тогда не отпускаете? Братья мусульмане, если мы придерживаем, мы придерживались и придерживаемся, если сто процентов уверенно кто-то увидел луну, отпускали урозу. По мнению многих ученых. И другое мнение, имам Шафия, рахмаллах, в каждом местности, что надо сами увидеть луну, это тоже очень приемлемое мнение, не надо говорить, что это нельзя следовать. Почему тогда не следует, если спросят, когда в Дагестане одно держат, почему вы не следуете дагестанским или кавказским, которые держат за ним, почему не следует? Потому что они не все делают помазать шафии. Например, муфтият как делают? В начале месяца объявляют, в пятницу будет уроза байрам или же в пятницу будет уроза или же уроза байрам. Заранее объявляют какой-то день. Почему? Потому что государство должно им обозначить день, который должны выходной дать. Они не хотят два дня выходных дать. Из этого они должны им объявить такой день именно, в точный день объявить должны. Это заранее объявляют. Это не помазавый шафией. Помазавый шафией надо смотреть луну сегодня ночью. Если увидим, завтра в лесене нет, позавтра в атаке должно быть. И потом некоторые опережают, говорят мы по календару, нету единое, который на Кавказе, который следует, вместе будем в таком же форме. Или помазавый шафией будем, или помазавый большинство ученых будем держать. Если одну их держали бы, никакого запрета не было бы держать или отпускать в разуме вместе. Когда каждый делает как сам хочет, тогда мы, большинство делали в любом точке мира, если увидели, уточнили это, тогда держали и отпускали. Почему за Саудеем именно идут? За Саудеем именно никто не идет. Но за Саудеем, почему мы говорим, потому что Саудея календар, их единственное, которое государство в мире, наверное, не скажу, но, которое я знаю, единственное государство в мире, которое следует за календаром хиджри, за мусульманским календаром, которые идут. Их все месяца по мусульманскому календарю идут. 1441 год. И все месяца у них по этим календарю идут. И они более сильно следят за этой луной, чтобы узнать начало их месяца. Из-за этого мы до сих пор и шли за Саудеем. Из-за того, что это Саудея есть. Ученые, которые там Саудея есть, которые видят и смотрят и свидетельствуют, что увидели луну. Сегодня случилось. Ни Саудея не увидела луну вчера. Ни Иордания, ни Сирия, ни Турция, ни Кавказы нигде не увидели луну. Но Египет, большинство арабских стран не увидели. В Западном Африке Сомалига это увидели и в Мауритании увидели. Если 100% уверены были бы, что они там увидели, тоже отпустили бы. Проблем нет. Но проблема в чем? Сейчас все астрологи говорят, ученые, астрологические ученые говорят, невозможно увидеть вчера луну. Невозможно, потому что луна заходит раньше, чем солнце. Еще луна не родилась, как они говорят. А потом сегодня ночью тоже спрашивал у ученых, которые я знаю. Звонил я им, спрашивал, сегодня спрашивал, что нам делать. Он говорит, есть большое сомнение, это не луна увидели. Потому что там уже целые статьи писали, что этот момент на горизонте была тоже Меркурий и другая планета Венера, они были на горизонте. Это они заметили. В Западной Африке можно было заметить этот момент. За то, что такие сомнения есть. И свидетельства когда принимают? Свидетельства принимаются, когда возможность есть увидеть. Здесь все астрологи говорят тебе, невозможно увидеть после такой технологии. После этой той же, когда они все говорят, сегодня невозможно увидеть. И когда говорят, не говорим, что они врут, не говорим, что они, может быть, другую планету увидели, такое сомнение стало. У нас из-за этого мы сегодня не отпускаем урозу. Я имею в виду, я не отпустил урозу. За то, что у меня шаг стал, луну ли они увидели или нет. Потому что все арабские страны смотрели, все другие смотрели. Они смотрели, ни разницы нету, какая бы страна, сто процентов, если бы сказали. За то, что это сомнение стало после того, как астрологи и мусульманские, и другие астрологи говорят, сегодня невозможно луну увидеть. Потом, когда увидели, шаг встал, из-за этого я сегодня не отпустил. И шейхам тоже звонил, они тоже говорят, мы тоже не отпустили за эти сомнения. А кто отпустил? Это одно. Еще другое мнение есть. Если даже говорим, восход запад различается, можно держать. Еще третье мнение есть, если чересчур далекие страны, как с одной материкой, с другой материкой. Например, как пример приводит им. Тимир Ахаммеллах, Хурасан и Андалусия, которая раньше была, в Испании сейчас. Если так далекие были, тогда тоже говорят, нельзя с одного этого луну, например, Хурасана увидели, нельзя держать Андалусию. А если Андалусию увидели, нельзя держать Хурасан. За то, что материк разные, между ними, можно сказать, реки, большие моря и другие континенты. Такое разогласие ученых, и сейчас тоже, например, что мы говорим, если дагестанцы, сами даже гавказцы, одно мазхабы держались бы, не за то, что им, с них требует государство. Не за то, что, кто держит по мазхабы шафии, за ним следит, никакой запрет нет. И такие фатвы, которые уходят, которые говорят, сегодня харам держат, силаясь на некоторых ученых, это ошибочная фатва. Никогда не говорили, даже если сегодня его раздержим, другим харам вам держат. Почему? Потому что это тоже, они ссылаются на мазхабы шафии, на другой мазхаб. Конечно, харам держат, силаясь на государство. Если государство сказало, сегодня отпустит, отпускаем, сегодня держит, если держим, тогда харам. А когда он силается на Луну, силаясь на свои знания и смотрит на Луну, увидев Луну, держит, увидев Луну, отпускает, это приемление разлагаться в шариате. Из этого нельзя спорить. Мы придерживались и придерживаемся в любом точке мира, если увидеть Луну, мы будем держать. Если сомнений не были. А когда сомнения появляются, когда говорят все астрологи, астрономы, ученые говорят, невозможно увидеть. То, что они увидели, тоже это не Луна, и там была другая планета, можно было увидеть, Меркурий, они как говорят, она была на горизонте. Пишут целую статью, несколько, кстати, прочитал. Но все эти сомнения, из этого я тоже не отпустил урозу. Кто мне спрашивает, тоже говорю, не отпускает. А кто отпустил, силаясь на это мнение и уверен, что они Луну увидели, их тоже считается правильно, что уроза их считается. Не надо им говорить, вы ошиблись, нет. Кто считается, целаясь. А кто не отпустил тоже, у них тоже сильная опора и сильное мнение. Без этого, за это, братья, нельзя разгласиться. Кто уверен, что Луну увидели и отпустил, у него, получается, 29 месяцев. Так как сказал Пророго, по 30 или 40, у кого 20, пол уちゃんов, получилось полный месяц, у кого 30, получилось полный месяц, А кто сегодня не успел, отпустил урозу и не успел это делать, намаз делать или завтра восстанавливать, завтра утром до обеда можно его восстановить. Это нет никакой проблемы, иншаллаху та'аля. Используясь моментом, говорим, пусть Аллах, субханаху та'аля, примет урозу. У кого сегодня отпускает, у кого завтра отпускает, пусть Аллах, субханаху та, примет рамадан. У нас подойдет, кто держал уроза, с ним спорим, почему сегодня и завтра, а мы не спорим, кто вообще не держал. Из этого пусть Аллах, субханаху та, примет тех людей, кто постился этот месяц. Пусть Аллах Субхану Аталлу сделает из всех нас и вас, из тех людей, которые Аллах Субхану Ата'алла освободил из огня ада Амин, 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 джазак мулах хайран, иншаллах Завтра, кто сегодня не отпустил, завтра является праздником, завтра с утра является суннат И мы объяснили вчера, коротко говорим, суннат отпускают уразу, пока намаз не начал смеяться, идут кушат Суннат является финикой, нечетным числом Если с мечети идешь, с одной дороги идешь в мечеть, возвращайся с другой дороги И то есть сунна, искупаться сунна Желательно искупаться, желательно одеть новую и красивую, чистую одежду Пусть Аллах Субхану Аталлу облегчит всем мусульманам Дальше тоже поститься так И освободить всех мусульман от тиранов И освободить всех мусульман от зульму тагутов Амин, амин, амин